Три золотые и одну серебряную медаль привезли карельские участники 4-го национального чемпионата «Обилимпикс», который прошел в Москве. Наша небольшая команда из девяти человек, победителей регионального этапа, сумела занять 11-е место в общем медальном зачете страны. Сегодня на брифинге в правительстве они поделились своими впечатлениями от чемпионата. Подробности расскажет Наталья Кузьмина. В Москве на национальном чемпионате для людей с ограниченными возможностями «Обилимпикс» в профессиональном мастерстве соревновались почти полторы тысячи участников со всей страны в 57 компетенциях. Все они стали лучшими в своем деле в регионах. Карелию представляла команда из девяти человек. Конкуренция была очень жесткая. Команда у нас была не такая большая. Некоторые регионы привозили команду по 200 человек. Но мы заняли 11-е место в общем медальном зачете. Если говорить о том, что у нас из девяти человек четыре медалиста, то это очень хороший результат. 11-е место на уровне Российской Федерации. Золотую медаль с чемпионата привезла Екатерина Гробовская. Она стала лучшей в компетенции экономика и бухучет. Выполняла свою работу. Было с кем посоревноваться. Впечатления были, эмоции переполняли. В номинации «Социальная работа» лучшим в России стал наш земляк Андрей Барашков, заведующий отделением социальной адаптации Центра Истоки. Он сумел обойти в том числе и двух победителей национального чемпионата прошлых лет. Когда мне попалось задание, связанное с детьми и с малообеспеченными семьями, я хоть и работаю в социальном учреждении, но с этими категориями, меньше всего контактирую. Девчонки, которые справа слева сидели, сказали, что это их тема. Мы вообще тут работаем, настроение упало немножко. Потом взял все в руки и начал выполнять свою работу. Вроде как получилось. Благодаря таким соревнованиям люди с ограниченными возможностями находят работу и получают возможность самореализации. А еще участие в «Обилимпикс» – это весомый вклад в личное портфолио каждого участника. Сегодня в Карелии по инициативе главы республики Артура Парфенчикова образован совет работодателей по содействию в трудоустройстве участников «Обилимпикса». Тем, кто готов взять к себе на работу специалиста с инвалидностью, выделяется субсидия в размере 100 тысяч рублей на оборудование рабочего места. В этом году на эти цели израсходовано 3 миллиона 700 тысяч рублей. Наталья Кузьмина, Борис Касьянов, Сампо ТВ 360.